А, здравствуйте, уважаемые блогеры! Сегодня 28 марта Первый день карантина Блогер из Перми Опальный сотрудник Комитета государственной безопасности СССР Бессонов Алексей Борисович Ну, друзья мои, ну для чего делается? Все-таки Данная эпидемия Ну, правильно говоря, что-то в принципе раздавитость тяжелого гриппа Ничего такого супер Оригинального, супер смертного Супер... Ничего такого нет в стране Для чего Владимир Иванович вводит все эти мероприятия? Ну, возможно, что после этих мероприятий Его рейки подскачут на 20 пунктов Собственно, для этого и вводятся такие мероприятия Ну, вот так Ну, а дальше всем понятно, что Фактически они обвалили курс рубля И с экономикой швах Поэтому надо им честно объяснять ситуацию в экономике Они спишут на керамирос И на недельную, так сказать, остановку Всего производства в стране Ну, друзья мои, мы, к сожалению, живем в стране, где Правые институты совершенно ничего не значат И в этом плане, знаете Всегда интересно вот наблюдать О том, как действуют разведки Да, вот в такие периоды Особую активность американцы проявляли Кстати, знаете, когда умел Сталина Да, они понимали, что это знаковая точка Он уходит И в элитии, в политической стране будут колоссальные перемены То же самое и здесь Вот как американцы действовали В 90-е годы и в нулевые и так далее Но были приемы у посла Да, и американцы приглашали всех на приемы Да, и левых, и правых, и анархистов Там побывала вся Москва Все, так сказать, маломальски заметные Лидеры страны Меня, кстати, приглашали тоже Ну, я, так сказать, немножко там отказывался Ну, там, свои, не тоже отказывался Просто, рядом, свои были планы И, так сказать, и так далее То есть, они приглашали всех То есть, прекрасно понимают, что Правые институты никакой роли в стране не играют Играют вот реальный расклад И они, так сказать, им надо дать должное Они отслеживали, они беседовали Они составляли справки Они понимали, что, так сказать В раскладе, в русском раскладе На политическом поле может быть Все, что угодно Но у нас есть темы табулированные Кстати, не только в этом веке Ну, например, в XIX веке Табулированной запретной темой Было убийство, скажем, Павла I Его же там сделали сумасшедшим И так далее На самом деле он готовил Очень серьезные реформы политические в стране Направлены именно на то Чтобы заставить политическую элиту Страны служить Служить в стране Выполнять определенные повинности Потому что Те нормативные акты, которые принимала Екатерина О вольности дворянства и так далее Они фактически выводили дворянство За скобки правовой системы То же самое, что делал Ельцин И Путин Его элита политическая Они фактически, видите, разворовывают Что хотят Ни закона, ни права Они По сути дела здесь устроили Такую Свою личную вотчину Следующий шаг Не случайно Представить конец суда Заговорил о крепостном праве Как определенном благе Почему? Потому что Ну он понимает Что следующий шаг Только объявление крепостного права Потому что Фактически Вся система под это создана Поэтому в данной ситуации Я хочу сказать Что Да, это вот попытка Ну слава богу Помните, какие были попытки Говорят уже Взрывы домов Когда рейтинг Накануне выборов Президента подрос И так далее Но слава богу Хоть не так А по крайней мере вот так Его рейтинг они поднимают Но проблема В экономической реформе Но опять же Вот надо Прекрасно понимать Ведь когда большевики Пришли к власти В этот пять лет С семнадцатого по Даже не семнадцатого С девятнадцатого по двадцать четвертый Шли очень серьезные дискуссии Очень серьезная борьба была Внутри партии И там не факт было Что группа Ленина И Ленин бы Так сказать Одержал победы И даже не в русском дело Там все было намного серьезно И левые радикалы Да Фактически Ведь их же отстранил И Сталина в власти Группа Сталина То есть что они И Систему плана Которую Говорят Как основу Теории марксизма СССР Эту систему плана Реанимировал Зержинский Когда он там Потом из ЧК ушел Главлял Стал министром экономики То есть он делал то же самое Что делал царь Накануне своего свержения Когда ему нужно было Срочно увеличить Производство снарядов Он все предприятие Связал Планом Будет ли Путин Сейчас нечто подобное делать Трудно сказать Пока я не вижу Для этого никаких оснований Но очевидно Что он проводит политику Совершенно В интересах Крупного финансового капитала То же самое Что делал Ельцин Или Ельцин Кстати тут ни при чем Ельцин Я уже говорил об этом Что в принципе Выбора до никого В стране не было В 1991 году Или Рыжков Или Ельцин Все равно бы Так сказать Там Даже часть элиты Политической партийной Все равно бы Курс реформ Был направлен вот такой Это были Так называемые Косыгинские реформы Их финальный этап Когда мы начали Провериться в банке Легализовываться Тюниевые капиталы Создаваться кооперативы Через которых Прокачивали государственные фонды Ни о ком праве Там Речи не могло идти Но вот так вот мы живем Поэтому В данной ситуации Есть ли какая-то альтернатива Путину Нет Она есть всегда альтернатива Другое дело Что Путин Ломая правую систему Через колено Вас держит И так далее Удержит он Да удержит Потому что Ему надо дать должное Этот человек Не становится Ни перед чем То есть никаких запретов В виде права И так далее Для него не существует Он удержит К сожалению Любым способом В том числе и Путем введения В свое телевизорное положение Что он и показал В результате этого выруса Его рейтинг Возрастет на 20-30% А экономика Вся лярит полностью Спасибо Ваш Бессон Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому